Доброго времени суток всем зрителям канала Техноарена! В этом видео я расскажу вам о лучших смартфонах на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 в 2023 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими? Ответ на этот вопрос и предстоит узнать. Как всегда в описании я оставил ссылки на все смартфоны, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Свой топ я хочу начать с модели Xiaomi 12T Pro, которая может похвастаться AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2712 на 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Корпус устройства получил защиту от пыли и брызг уровня IP53. Как и все смартфоны, представленные в моем рейтинге, этот девайс имеет на своем борту восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Plus 1 Gen 1 и графический ускоритель Adreno 730. Основная камера может делать снимки с разрешением 200 Мп. Ее дополняют ультраширокоугольный модуль с 8 Мп и макромодуль с 2 Мп. Что же касается фронтальной камеры, то она получила 20 Мп. Смартфон имеет оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12, а его вес составляет 205 грамм. Емкость батареи равняется 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про хороший экран, быструю зарядку, высокую производительность, хвалят основную камеру, звук и наличие чехла и зарядного устройства в комплекте. Некоторые владельцы не слишком довольны дополнительными камерами, а кому-то не хватает басов в звучании. Хотите быть в курсе различных технических новинок, тогда подписывайтесь на канал Техноарена и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы не пропускать выход моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет не совсем обычный складной смартфон. Он получил дисплей Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2640х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также устройство оснащено дополнительным экраном с матрицей Super AMOLED диагональю 1,9 дюймов и разрешением 260х512 пикселей. Оба дисплея имеют защитное покрытие Corning Gorilla Glass Victus+, а корпус помимо защиты от влаги уровня IPX8 получил прочную алюминиевую рамку Armor Aluminium. Основная ультраширокоугольная камера может делать снимки с разрешением 12 Мп, ее дополняет широкоугольный модуль с 12 Мп. Фронтальная камера получила 10 Мп, девайс работает с интерфейсом One UI 5 на базе операционной системы Android 12 и весит 187 грамм. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про симпатичный дизайн, компактный размер за счет складной конструкции, высокую производительность, хороший экран, хвалят громкий и качественный звук. В недостатках владельцы иногда указывают то, что устройство собирает много пыли и не может похвастаться серьезной автономностью. А что вы думаете об этом смартфоне? Делитесь своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, называется OnePlus Ace Pro. Эта модель может похвастаться дисплеем Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов. Разрешением 1080х2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Доступны следующие версии 12х256, 16х256 и 16х512 ГБ. Основная камера может делать снимки с разрешением 50 Мп. В дополнение к ней идут ультраширокоугольный объектив с 8 Мп и макромодуль с 2 Мп. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 Мп. Девайс получил оболочку ColorOS 12.1. На базе операционной системы Android 12 и весит 203,5 г. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 150 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про добротный экран, приличную автономность, хвалят основную камеру, высокую производительность, шуструю зарядку и отмечают разумную стоимость устройства. А вот про какие-то действительно существенные недостатки говорить не приходится, хотя изредка встречаются отзывы, где покупатели не слишком довольны основной камерой. Интересует стоимость данной модели, тогда загляни в описание, где я оставил ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Huawei Mate 50 Pro, которая доступна всего в двух версиях – 8х256 и 8х512 ГБ. Этот смартфон имеет OLED-дисплей с диагональю 6,74 дюймов, разрешением 2616х1212 пикселей, частотой обновления 120 Гц и фирменным защитным покрытием Huawei Kanlun Glass. Корпус устройства получил защиту от пыли и влаги уровня IP68. Основная камера может делать снимки с разрешением 50 Мп. Ее дополняют ультраширокоугольный модуль с 13 Мп и телефотомодуль с 63 Мп. Фронтальная камера имеет на своем борту 13 Мп. Данный девайс работает на фирменной операционной системе EMUI 13. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про добротный дисплей. Быструю зарядку, классную основную камеру, хорошую автономность, хвалят дизайн и высокую производительность. Минусы владельцы иногда записывают отсутствие сервиса в Google. Финальную тройку моего рейтинга открывает еще один необычный смартфон от Samsung, а именно Galaxy Z Fold 4. За счет своей складной конструкции с двумя экранами он может превращаться в небольшой планшет. Первый дисплей Dynamic AMOLED 2X имеет диагональ 7,6 дюймов, разрешение 2176 на 1812 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Второй экран получил разрешение 904 на 2316 пикселей и такую же частоту обновления. При этом стоит отметить защитное покрытие Corning Gorilla Glass Victus Plus. Корпус смартфона может похвастаться защитой от влаги уровня IPX8. Основная камера может делать снимки с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняет ультраширокоугольный модуль с 12 мегапикселями и телефотомодуль с 10 мегапикселями. Подэкранная камера получила 4 мегапикселя, а внешняя имеет 10 мегапикселей. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про удобство в использовании, симпатичный дизайн, многофункциональность, приличную автономность, высокую производительность и большой экран. А вот про какие-то действительно серьезные минусы говорить не приходится. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название OnePlus 10T. Он может похвастаться дисплеем Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2412х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Доступны следующие версии 8х128, 12х256 и 16х256 ГБ. Основная камера может делать снимки с разрешением 50 Мп, в дополнение к ней идут ультраширокоугольный модуль с 8 Мп и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 Мп. Этот девайс получил оболочку Oxygen OS 13 на базе операционной системы Android 12, а его вес составляет 203,5 грамма. Емкость батареи равняется 4800 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 150 Вт. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про высокую производительность, хороший экран, быструю зарядку, удобство в использовании, хвалят основную камеру и симпатичный внешний вид. А вот про какие-то по-настоящему ощутимые недостатки говорить не приходится. А завершает мой топ-7 лучших смартфонов на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 в 2023 году Asus Zenfone 9, которая доступна в следующих версиях 6х128, 8х128, 8х256 и 16х256 ГБ. Данный смартфон получил AMOLED-дисплей с диагональю 5,9 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus. Корпус устройства также имеет защиту от пыли и влаги уровня IP68. Примечательно, что это самый компактный и легкий девайс в моем рейтинге, его вес составляет 169 грамм. Основная камера может делать снимки с разрешением 50 Мп, ее дополняет ультраширокоугольный модуль с 12 Мп, фронтальная камера получила 12 Мп. Устройство работает на операционной системе Android 12, емкость аккумулятора составляет 4300 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Плюсы этой модели можно с уверенностью записать высокую производительность, плавную работу интерфейса, добротную основную камеру со стабилизацией, компактный размер, наличие качественного чехла в комплекте и приличную автономность. В недостатках владельцы иногда указывают маркую заднюю поверхность и не очень удобный принцип работы сканера отпечатков пальцев. Большое спасибо за внимание! Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки, пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!